так меня остановили вот в этом вот месте перед ишимом перед поворотом мне сейчас инкриминирует что я не увидел дублирующий знак который закрыт фурами фуры стояли и в тот момент когда я проезжал и сейчас вот этот знак который находится за фурой вот здесь я должен был увидеть проезжая по дороге и следовательно я должен был этот дублирующий знак его требования исполнить как каким образом объясните мне хоть кто-нибудь как это должно было случиться за что я сейчас должен отдать 750 рублей вот по вине или по прихоти вот этих товарищей или полторы тысячи вы хотите мне выписать по прихоти вашей это чисто прихоть потому что этот знак не виден никому как он интересно должен быть виден я его уже заснял этот знак его нет и он стоит за фурой его не видно фура стояла когда я здесь проезжал их здесь стояла вообще 2 вы можете поднять свои видеозаписи и посмотреть она как стояла так и стоит никуда она не делась и после этого я должен уважать нашу полицию должен подчиняться ее требованиям не бредово ребят я понимаю что вам надо план выполнять но почему на мне почему на мне это нужно сделать вы даже юридически сейчас неправы просто неправы все отснято все видно вон желтая полоса которая начинается после моего автомобиля в 10 метров желтая разметка вот знак которого и в страшном сне не увидеть потому что его просто не видно он закрыт после него еще два выезда два выезда въезд на заправку вы из заправки туда я не знаю есть там дорога нет там дороги после него тогда зачем этот дублирующий который вы мне только что показали наверное для того чтобы его исполнили его требования да а если его нет если его не видно что я должен исполнять требование какого знака он есть там и вы его видите а проезжая вы его видите если бы вы также проезжали как я вы бы его увидели этот знак как интересно каким образом вы за фурой сможете увидеть этот знак где вот этот вот знак который сейчас находится между двумя фурами после первого знака два выезда вот она заправка в нее въезд и выезд я стою уже после выезда дальше за выездом и дальше начинается следующий уже знак его требования выполнил я за него не заехал и мало того я остановился под по критической ситуации не по своей прихоти и не спать я здесь стал и не убежал никуда из машины я устранил за ту эту ситуацию иду готов был двигаться дальше ну на самом деле так и происходит посоветуйте что делать как в такой ситуации расходиться не сами он создают ситуацию аварийную не дают выехать машин и как в такой ситуации сохранять свои деньги ситуация совершенно идиотская обычно я понимаю но раньше я бы наверное попытался бы сунуть взятку там договориться но что-то меня это так достало что просто не хочется этих кормить мальчишки блин такие это неправильно ребят где-то мы ошибаемся и очень сильно ошибаюсь если мы этих кормим что мы чё-то где-то неправы хорошо я буду смотреть сам на эти документы камера от вас отвернута так мвд россия фогель александр александрович полицейский водитель в данную секунду да но понравится ли это адвокатом я не уверен я буду передавать это дело так мы теперь придумываем что же со мной делать потому что я отказываюсь подписывать этот протокол я думаю у нас будут восстановлены двое понятых тут не присутствие еще зафиксируется и все есть всего доброго а 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 будем нервы трепать будем тянуть время Вы в курсе, что вас могут только попросить об этом? Подадите, пожалуйста Заставить не могут Подадите сюда, пожалуйста Они попросили Завтра они точно так же придумают нарушение вам Установят и точно так же понятые согласятся Какая может быть личная неприязнь, когда вы не выполняете свою непосредственную работу? Вы не выполняете свою работу по улучшению дорожного состояния То есть предотвращение ДТП Я говорю не про дорожное покрытие, а про предотвращение ДТП Вместо того, чтобы предотвращать сейчас ДТП Вы докопались до формального, совершенно формального нарушения Якобы существующего Оно никак не ухудшает сейчас состояние Посмотрите Кто-нибудь как-нибудь может сюда въехать, остановиться Я кому-то помешал Или мне нужно было остановиться прямо там, где я ехал в момент Дружные, где дорожные знаки установлены То есть в момент моей аварийной ситуации я не должен был здесь остановиться Я должен был остановиться прямо на дороге Я правильно вас понимаю? Поехать на этот участок дороги, остановиться безопасно на этом месте Я не мог дальше продолжать движение с телефоном под ногой Это было невозможно Вы сами в такую ситуацию неоднократно попадали Я больше чем уверен Мне нужно было прямо посреди дороги остановиться И ни в коем случае не припарковываться Я правильно вас понимаю? Я уронил его, проезжая мимо вот этой фуры И сразу же припарковался, вот буквально сразу Вот здесь Мне нужно было под кирпич заехать Вот этот кирпич я видел Я хотел заехать сюда, но здесь стоит кирпич Поэтому сюда заехать Или мне надо было задним ходом сдать мимо фуры По встречному движению То есть навстречу всему потоку движения мне надо было проехать Как бы вы поступили на моем месте? Жаль Вы бы проехали вон туда, вон за развязку Я правильно понимаю? С телефоном под пяткой В безопасном месте С телефоном под пяткой Вы бы ехали до... Так вот я попытался его вынуть Мне для этого нужно было отвлечься от дороги Поэтому я остановился Ну чем это закончилось? Закончилось тем, что мне выдали протокол, подписанный Человеком Что я отказался от подписи в этом протоколе Не знаю, буду ли я передавать эти материалы Дальше и судиться 750 рублей Которые мне якобы вот выписали Ну там штраф на полторы тысячи И если я вовремя оплачу То это получится 750 Пакостный осадок в душе Отвратительнейшее настроение Потому что Все-таки хороший человек Это не профессия Если бы я действительно нарушил правила Если бы я действительно Не знаю, в кого-то врезался Превысил скорость Заехал под знак Ну реально Если бы вот это было бы так Я бы слова не сказал Просто пишите, исполняйте свой долг Работайте У вас своя работа У меня своя работа Но когда человек просто хамским образом Придумывает На ровном месте Придумывает нарушение Которого я не делал И вопрос абсолютно спорный Должен был я Имел я право там остановиться Не имел я право там остановиться И дальше закон как дышло Как повернул, так вышло И как теперь с этим быть Как с этим судиться Куда бежать Ведь вся машина настроена на то Чтобы они не проиграли Ну как мне кажется Нужно будет сейчас разбираться А то, что час времени я потратил Просто вот промерз на улице Простоял Пока они там В теплой машине сидели Писали Все эти дела Привет вам Бойцы Ишинские Михаил И как там тебя второй Не думаю, что вам Исполнение ваших Якобы Обязанностей Принесет Удовлетворение в жизни И я не думаю, что с таким подходом Вы Сможете Прожить хорошую Качественную жизнь Может и проживете Только как вам спится По ночам после такого Это просто отвратительно То, что вы делаете Это гадко Мерзко Да просто убого Это не достойно Человека Просто омерзительно Смотреть на то, как вы Упиваетесь тем, что вы можете Это сделать Но ведь вы можете этого и не делать Вот в чем разница Вы могли бы этого и не делать Очень хочется материться Очень хочется По этому поводу Рассказать много хорошего Вот сдержусь Знаете, ребят В Ишиме Вот кто сейчас меня смотрит Вы знаете лично этих людей И я так понимаю Что вы прекрасно понимаете С кем я столкнулся И какие это люди И люди ли это Зла не хватает